Читайте творчески. Читайте с размышлением – это почти то же самое, что читайте вдумчиво. Читайте с размышлением подразумевает, что, прочитав Священное Писание, точно так же, как перед чтением мы останавливаемся для молитвы, после чтения мы останавливаемся для того, чтобы поразмыслить. Это не то, что прочитал – каша горит, побежал дальше. Или смотришь на часы – ну когда? Ну когда закончится? Точно так же, как нам нужно время для того, чтобы подготовиться к чтению Писания, точно так же нам нужно время для того, чтобы поразмыслить. У меня был совершенно замечательный наставник, с которым мы вместе читали Библию. И иногда во время чтения Библии… У меня действительно была огромная привилегия, потому что мы просто садились, и так примерно, как мы с вами сейчас занимаемся, или как мы с Алиной занимались, мы с ним вместе читали Библию, он меня направлял, мне показывал. И тогда он мне говорил, ты знаешь, что торопишься. Ты не продумав, сразу делаешь выводы. Остановись. Читать размышлением – это и значит не торопиться. Читайте. Какой следующий принцип у нас? Целенаправленно. Луис Кэррол рассказывает про встречу Алисы с чеширским котом. Встреча Алисы с чеширским котом была замечательна как раз в этом плане, потому что Алиса обращается к коту и задает ему вопрос. Скажите, пожалуйста, а куда мне идти? На что кот вполне разумно отвечает. Вау, это зависит от того, куда ты хочешь попасть. Алис говорит, а мне все равно, куда попасть. Тогда кот столь же разумно отвечает. Ну, тогда тебе совершенно все равно, куда идти. Когда мы начинаем чтение Священного Писания, нам надо иметь какое-то представление о том, куда мы хотим попасть. Да, вполне возможно, что у Бога будут другие планы. Он покажет нам что-то такое, чего мы не ожидали. Но мы лучше всего читаем Библию, когда мы пытаемся найти ответ на конкретный вопрос. И когда этот вопрос нас мучит. Понимаете, я сколько угодно могу размышлять о происхождении зла в общем, в абстракции, я могу находить библейские стихи, я могу находить философские объяснения, все что угодно, почему Бог допускает зло. Но я по-настоящему начну это читать. Начну читать эти стихи о том, почему Бог допускает зло, почему Бог допускает болезнь. Если мой ребенок уже несколько дней лежит с температурой 40 и не встает. Понимаете, да? То есть я начинаю это читать, когда меня это касается лично. Это уже не абстракция. Это уже целенаправленное чтение. Притчу о саморенении я начинаю читать тогда, когда у меня есть человек, который явно должен был быть моим ближним. Но я не могу его любить. То есть мне кажется, что если даже он и верующий человек, и мы вместе попадем в рай, то мы будем, поскольку рай бесконечен, мы будем в разных концах этого бесконечного рая, чтобы только друг друга не видеть. Я понимаю, что что-то не то в моем отношении к этому человеку. И я начинаю читать Библию, я начинаю понимать, разбираться, что значит любить ближнего. И вдруг, когда вот эта вот своя рубашка, причаст о саморенении становится для меня куда более актуальной. Читать целенаправленно. Но есть еще некоторые варианты той же самой цели. Есть, например, библейские программы изучения Библии за один год или за три года. За три года по фрагментам прочитать всю Библию. Вот вы действуете целенаправленно. Вы знаете, или, допустим, я сейчас читаю книгу псалмов, в псалтии я читаю. Вот я хочу прочитать от начала до конца, поразмышлять над этим. Это и есть целенаправленное чтение. Нет целенаправленное чтение, это когда вы берете Библию вечерком. Так, ну вообще-то я христианин, надо бы что-то почитать. Чего откроется? Куда взгляд упадет? Ага, сегодня прочитал. Нет, что-то мне не нравится. Перелеснул. Ага, вот здесь больше нравится. Вот это не целенаправленное чтение, потому что изо дня в день, изо дня в день в конце концов мы приходим к путешествиям по излюбленным местам Священного Писания, при этом игнорируя все остальное. Под какой тип чтения Библии больше подходит то, чем вы занимаетесь? Читайте целенаправленно. И аналогично, читайте, чтобы познать. Это тоже определенная цель. Читайте, чтобы узнать Бога. Сегодня многие из вас говорили о том, как важно читать Библию для познания Бога. Одно дело сказать, другое дело делать это. Читайте, чтобы разобраться в жизни. Читайте, молясь Господу о том, что, Господи, после того, как я соприкоснусь с твоим Писанием и ты будешь действовать через него, сделай меня хоть чуть-чуть другим. Мы читаем Библию не для того, чтобы занять время. Не для того, чтобы на кого-то произвести впечатление. Не для того, чтобы... Не потому, что нам просто нечем заняться. Читаем, чтобы познать. И последняя вещь. Она немножко сложна. Читайте телескопически. Читайте телескопически. Некоторые из вас, наверное, помнят, в радиоприемниках раньше были раздвижные антенны. Или телевизионная антенна. Она выдвигается вот так, как усы. Она раздвигается. Потом собирается вместе. А телескопическое чтение — это чтение, позволяющее нам увидеть соотношение различных фрагментов, различных мест Священного Писания. Как вот эта антенна разбирается и собирается. Как эти звенья относятся друг к другу. На прошлой неделе мы уже говорили об этом, но я повторюсь. Сегодня мы мыслим скорее категории главы или даже стиха. Бог коснулся меня через этот стих. И это нормально. Бог действительно касается нас через какие-то конкретные фрагменты Священного Писания. Но вопрос еще и в том, чтобы увидеть большую картину. Например, картину соотношения Ветхого и Нового Завета. Чтобы сделать мостики, перебросить мостики от Ветхого к Новому Завету. Чтобы, читая один фрагмент Священного Писания, видеть, как он соотносится с другим фрагментом Священного Писания. Хорошие проповедники, хорошие исследователи Библии умеют это делать. Но доступно это любому из нас. Каждому из нас. А смысл в том, чтобы помнить уже прочитанное. Чтобы откладывать в памяти. Помните, Мария сохранила в сердце слова сии. Вот наша задача точно так же. Хранить в сердце Слово Божие, читая Священное Писание телескопически. В виде соотношения его фрагментов. И мы с вами будем свидетелями удивительнейших вещей. Когда мы воспринимать будем Ветхий и Новый Завет в их единстве. Например, мы читаем книгу Бытие. 22 главу. И было после сих происшествий Бог искушал Авраама. И сказал ему, Авраам. Он сказал, вот я. Бог сказал, возьми сына твоего. Единственного твоего. Которого ты любишь. Исаака. И тут мы берем, допустим, компьютерную программу, которая позволяет нам проделать такое исследование. Мы замечаем, что слово любишь, любить, в этом месте появляется впервые в Библии. То есть до 22 главы книги Бытие о любви в Библии не говорилось ничего. Вот корни этого не было. Хотите, можете проверить. Перечитайте все 21 главу. И можно было бы подумать, что слово любовь или любить появляется впервые в отношении Бога к человеку. Бог создал человека и он любит его. Нет, он говорит, что это хорошо весьма. Он говорит о своем творении. Ну а любви ничего. Можно об отношении мужчины к женщине. Проверьте вторую и третью главу. Полюбил Адам Еву. Нет, а полюбил Андриашка Парашку в народной песне. Пожалуйста. Там было. А вот во второй и третьей главах Бытия ничего такого нет. Слово любить появляется впервые, обратите внимание, и описывает отношение отца к сыну. Отец Авраам докажет любовь к Богу, докажет свою преданность Богу неким действием. Причем каким действием мы с вами увидим? По отношению к сыну, которого он любит. И тут, поскольку мы-то с вами знаем уже Библию во всей ее целостности, у нас начинают крутиться в голове определенные жернова. Любовь отца к сыну и жертва вопреки этой любви. Вау! В Ветхом Завете уже начало того, что потом мы увидим в Новом Завете, что потом мы увидим на кресте Иисуса Христа. И дальше мы читать начинаем с еще большим интересом. Мы уже не можем дремать, мы уже не можем спать, потому что вдруг нас осенило. Читаем дальше. И пойди в землю Мариа, а потом уже на следующем этапе толкования мы научимся находить ответы на вопрос, а что же это за земля Мариа такая? И там принеси его во всесожжение на одной из гор? Гора? Но будет еще гора в Новом Завете, что точно не можешь уснуть, о которой я скажу тебе. Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собой двоих из отроков своих и Исаака, сына своего, наколол дров для всесожжения дерева и встав пошел на место, о котором сказал ему Бог. И при этом задумайтесь, пожалуйста, с каким отношением идет Авраам. И читая это вслух, постарайтесь это передать. Дальше. На третий день. Все они три дня идут. Вы когда-нибудь оказывались рядом с другим человеком в состоянии недомолвленности, недосказанности. Когда вы что-то знаете, другой человек не знает, но вы рассказать об этом не можете. Это состояние в отношении с ближайшим человеком, с обещанным сыном. Вспомните историю Исаака. Сколько они хотели сына, сколько они пробовали по-человечески. Древний вариант современного искусственного благотворения. Только тогда сейчас пробирки, а тогда можно было служанку взять и вперед. Ну и Смаил родился, ничего хорошего из этого не получилось. Так вот три дня в недосказанности Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека. И сказал Аврааму отроком своим «Останьтесь вы здесь с ослом, а я и сын мой пойдем туда и поклонимся и возвратимся к вам». Помните умение замечать детали. Кто возвратится? Должен один, Авраам полностью собирается принести жертву, при этом говорит о возвратимся к вам. Либо Авраам врет, либо Авраам пророчествует. Сопоставьте это с тем, что говорится об Аврааме в послании к евреям, и первый вариант для вас отпадет. Значит, с одной стороны Авраам доверяет Богу, с другой стороны ему тяжело. Дальше взял Авраам дрова для всесожжения и возложил на Исаака сына своего. Что несет Исаак? Дрова. Что несся Иисус на Голгофский крест? Крест, дерево. Совершенно верно. Авраам взял в руки огонь и нож и пошли оба вместе. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему. И сказал, а теперь те из вас, у кого есть дети, вспомните, как ребенок задавал вам тяжелые вопросы. Вот вы знаете ответ, но вы не можете дать ему ребенку. Отец мой, он отвечал, вот я сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова. И Исаак понимает, что чего-то в этой картинке не достает. Где же Агнец для всесожжения? Где же Агнец? Где ягненок? Авраам сказал, Бог усмотрит себе Агнеца для всесожжения сын мой. И шли далее оба вместе. А теперь смотрите. Авраам задает вопрос, извините, Исаак задает вопрос, где же Агнец для всесожжения? И если мы натренированы читать Библию телескопически, и если мы уже обратили внимание на все те детали, которые были до сих пор, то в нашем сознании выскакивают следующие слова. Идет Иисус, приближается к Иоанну Крестителю у реки Иордан. Иоанн Креститель восклицает. «Се, или вот он, Агнец Божий, берущий на себя грехи мира». Иоанна 1, 29. И пока это для нас лишь гипотеза, даже смелая гипотеза, как они соотносятся, но пока очень похожи. Оставляем это в загашнике своего библейского чтения и читаем дальше. «Мы пришли на место, о котором сказал ему Бог, и устроил там Авраам жертвенник, разложил дрова и, взяв сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». И опять, если мы читаем это вслух, то не даст нам Бог сказать «взял сына своего Исаака и положил его на жертвенника». Слушайте, вы часто берете сына своего и кладете его на жертву. Вы никогда в жизни. Так вот и прочувствуйте сами и помогите другим ощутить, что здесь происходит. «И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, Авраам, Авраам, он сказал, вот я». Ангел сказал, не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего. «Ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня». А в Новом Завете у Павла тот, который сына своего не пожалел, разве не даст нам с ним и всего?» Дальше. «И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позводи овен, запутавшийся в рощи, в чаще рогами своими». В других переводах запутавшийся в колючках рогами своими. Овен, который занял место Исаака. Овен с колючками на рогах. А что было на голове у Иисуса? Терновый венец. Венец из колючек. И вот тогда этот вопрос Исаака действительно становится пророческим. И ответ Авраама тоже. Где Агнец Божий? Бог усмотрит себя Агнец. А потом исход из Египта. Через много-много лет. Где Агнец Божий? Будет Агнец. Вот пока жертвенные животные, но в конечном счете будет Агнец. Потом царство, цари. Кто-то любил Бога, кто-то не любил Бога. Где Агнец Божий? Вот пока система жертвоприношений. А будет Агнец. Потом Уфилонский плен. Тот же самый вопрос. Бог усмотрит себя Агнеца. Иисус приходит. Вот. Агнец Божий, берущий на себя грех мира. Опять-таки здесь надо быть очень аккуратным. Но смысл в том, что для древних читателей Священного Писания вот этих разделений на главные стихи не было. Они не были столь важными, столь серьезными. Это была целая картина, целое мировоззрение. Читая Библию телескопически, мы к этому мировоззрению с вами приобщаемся. Мы начинаем жить в его рамках. Начинаем размышлять в его рамках. Потом, правда, будет следующий этап. Очень важный этап. Нам нужно будет ощутить это мировоззрение, но нам нельзя будет оставаться только в нем. Нам нужно перебросить мостик от мировоззрения библейского к мировоззрению современному. Это и называется вот этим замечательным этапом применения. Но пока наша задача просто погрузиться туда и увидеть Священное Писание во взаимосвязи его частей. И те открытия, которые мы при этом будем делать, окажутся поразительными. Например, Иисус встречается с женщиной-самарянкой и говорит, что вот у меня есть вода, про которую ты не знаешь. Женщина-самарянка ему говорит, Господи, дай мне эту воду, чтобы мне, помните первую мысль, чтобы мне больше что? Не ходить и не черпать. Мы понимаем, что на самом деле эта женщина совершенно не хочет больше по всей жаре ходить к колодцу. Она услышала о воде вечность. И говоря современным языком, опять-таки творческое чтение Библии, женщина-самарянка просит у Иисуса водопровод. То есть дай мне такую воду, под которую я подставлю ведро, а она течет. Мне суда не ходить. И женщина полагает, что имея водопровод, она решит все свои проблемы. С проблемой этой женщины от того, что у нее водопровода нет. Иисус ей буквально в следующих стихах покажет, что ее проблемы от того, что она Бога не знает. И решаются они далеко не водопроводом. Когда эти проблемы решатся, она станет другим человеком. Ей уже не нужны будут эти ведра. Она оставит ведра и побежит в город свидетельствовать об Иисусе. Пока же дайте мне водопровод, проблем не будет. И дабы мы не подумали, что самарянка уж такая неразвитая, недалекая, а мы сейчас понимаем, в чем наши современные проблемы. Слушайте, я знаю достаточно многих мужчин, которые, допустим, бредят тем, чтобы купить современный айпод, или компьютер, или машину. Вот если у меня будет айфон. Вот если у меня будет айфон, или если будет эта машина, жизнь станет крутой. А потом они не понимают, почему машина появилась, а жизнь крутой не становится. А вот вам женщина-самарянка. Вот вам Библия в ответе в применении к сегодняшней ситуации. Но такое чтение Библии требует усилий. Усилий серьезно. Правда, потом вознаграждается тоже серьезно. Наконец, на что обращать внимание? На что обращать внимание? Это вам нужно будет для того, чтобы выполнить домашнее задание. Смысловые акценты. Например, говорится, я говорю вам. Или как Иисус говорит с самарянкой, она говорит, у меня нет мужа. Он говорит по-гречески, там последовательность слов, порядок слов такой. Правильно ты сказала. Вот мужа-то нет у тебя. Всего что угодно есть, как раз мужа у тебя нет. Потому что то, что у тебя есть, они не мужья тебе. Смысловые акценты. Смертью умрешь. То есть обязательно умрешь. На что делает акцент сам автор писания? Повторы. Повторы. Если об этом говорится два раза или три раза, это не потому, что у автора священного писания старческий маразм. А потому, что автор священного писания и Бог, и человек, через которого Бог работает, считает это для нас важным. Повторы. Логическая связь. Логическая связь. Ибо следовательно. Чтобы читая, например, в первом послании Иоанна о том, что Бог есть любовь, мы видели логическую неверность противоположного утверждения. Любовь есть Бог. Любя других, я останавливаюсь Богом. Любовь есть Бог. Как говорит Библия. Ничего подобного Библия не говорит. Что мы увидели взаимосвязь. Например, благословение дано для того, чтобы мы были святы. Это проявляется в том, что мы святы. Что мы поняли, как это устроено. Как устроен текст и что через него Бог нам говорит. Сходство и различия. Это то, что сегодня настолько блестяще, пока мы увидели с помощью Алины. Когда выяснилось, что первые два участника истории, подходя к бедному путешественнику, проявили некие сходства поступков. Но они отличались друг от друга. И мы увидели динамику. Постепенное приближение, постепенное нарастание. Конечно, Левит оказался праведнее первого участника истории. Он хоть посмотрел, нагнулся. А в конечном счете какая разница? Он ведь пошел дальше. Кто праведнее? Тот, кто, бросив раненого, просто взглянул на него? Или сначала изучил его раны? Какая, собственно, разница? Да никакой. Результат один и тот же. Следующее, на что я прошу вас обращать внимание. И последнее. Верность правде жизни. Когда вы читаете Священное Писание, постарайтесь увидеть за этими героями, живых людей. За событиями. Реальные события. За обстоятельствами. Реальные обстоятельства, которые с другими декорациями, но все же бывают, все же повторяются и в нашей жизни. То есть не что-то, кто-то вот где-то давно так было. А это верно. Это соответствует правде жизни. То есть такое бывает и сейчас. Потому что, когда вы вот этот мостик между библейским повествованием и реальностью перебросите, вот тогда вам будет легче применять к себе. Потому что, ну вот потому что вы будете видеть, как это применять. Будете видеть для кого, в какой ситуации это написано. И вы поймете, возможно, это описывается, пишется и для вас. Вот на что мы обращаем внимание. А теперь в нашем курсе будет домашнее задание. Еще в нашем курсе будут контрольные. Я понимаю, что большинство из вас не ожидают. Контрольная будет каждый день. Первая у нас уже завтра. И она достаточно легкая, эта контрольная. А теперь домашнее задание. Это домашнее задание вы можете сделать устно. Потому что оно нам будет нужно для беседы завтра. А домашнее задание такое. Первое послание фессалоникийцам. Первое послание фессалоникийцам. Первая глава. Первый стих. Прошу вас провести полчаса. Только с одним стихом. Первое послание фессалоникийцам. Первая глава. Первый стих. И ответить на такие вопросы. Что вы узнаете из этого фрагмента о Боге, об Иисусе Христе? О Павле, о Боге, об Иисусе Христе, о Павле и о Фессалоникийской церкви. О Фессалоникийской церкви. Это простое приветствие. Но что из этого фрагмента мы узнаем обо всех тех участниках, о которых говорилось. Боге Отце, Иисусе Христе, о Павле и о Фессалоникийской церкви. Если хотите также об отношениях между Павлом и о Фессалоникийской церкви. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...